привет друзья и гости моего канала чуть как никак не могу штатив я установить ну ладно пусть так на боку стоит да привет друзья и гости моего канала мог банк это тесто оставалось немножко и это у меня оладьи кабачковые оладушек в густом кляре опустила в кляр густой тесто такие пирожки с кабачком кофе с молоком видно да скажешь там суешь мы все видим все видим а вилка то где ну и ладно будем с руками пирожки едят руками сметанка печенюшки мария это тесто оставалось я взяла вылила ну как всегда шкряпы ты шел мама жрать без меня села ее хорный бабой гляди у меня мы пойдем выйдем все погнали наши городских всем приятного аппетита там наверно форточка закрыта ну и ладно сиди вот так вот он пришел ты пришел что ли ну покажись всем сим барсик барсик ну вот он прискакал ладно погнали наши городских ну ты кабачок есть не будешь а ну и столько тесто тебе дать ну казнь а пойду ножичек возьму с вилочкой на на тут же не однако ни один песчинка ни одна не пройдите то что кусочек смальство приучила его так мама бежит кушать идет все как же пошла руда ну накрошила ему оладушек дала ну как же сметанка конечно это вкусно не стал я чесноком и майонезом не стало вот прям вот прям ем пирожок вкусно ты съел уже все да мама говорит давай еще пышечка у меня здесь как заме сделал соль вода и яйцо очень вкусно очень вкусно такой румяненькие прям пирожочки у меня пирожочки да у нас сегодня жарко 35 с утра жарит но это вот один день жарко 34 потом ниже вчера ту малину крайнюю поливала груши пирожочки вкусные у меня такой сон снился хороший я просто друзья не хотела просыпаться пирожки я просто просыпаться не хотела ой такой был прекрасный сон умиротворение такое ну прям вот я уже пробудился еще там все вижу такая была благодать гляньте как наяривает все съел оладушки мама говорит что и вкусные очень вкусно скажи стыкало на весь экран не люблю его так мазню делать правда не люблю а тем более вот так не это не наше как в ресторане соусница в соуснице ложечка сколько нужно взял и кушай я начинаю наедаться у меня этих кабачков друзья как у дурака махорки вот так стоит задумался а глянь задумался стоит а наверное наелся глянь задумался стоит а все походу наелся стоит думает думает колбасы колбасы на язык все лапы моет уши моет все мама накормила все ребенок наелся горячая они прям с плиты со сковородки на свежайшие скажи мамане меня кабачками кормишь а сама сметанку сидишь жрешь ммм скажи какая ты это же перед зрителями стыдно на он умывался и не видал что я им кинула жуй жуй глотай все я наелся енкиного ролика так и нет нового как вот она показала себя типа она прилетела с москвы и больше нету может быть сегодня есть ролик но я больше роликов не видела все все съел сметанку а ну последнюю ложечку полную полную ну это водичка как всегда знаете в баночке всегда водичка на еще одну две ложки у тебя сегодня праздник кто-нибудь скажет да глянь ложками сметаны кошка кошек кормит я ее вот купил с пенсии знаете какого числа 4 числа пенсия ехар не бывает до сих пор она у меня баночка стоит я вот его первый раз покормила но у меня в холодильнике как я вам говорю минус 5 мороз в холодильнике ничего с продуктами не делается все распреклассно стоит так что вот так вот первый раз я ему угостила дала она мне пишет вчера или позавчера вам сколько Светланочка мол или Светочка там не помню как написала она прислала вам вкусностей всяких геликатесов и мясных что вы мол салата за салатом мол едите моя дорогая а что я в жару летом должна мясо есть я буду тушеночку есть зимой плохо буду делать картошечку тушить с мясом а сейчас летом кабачочки вот пожалуйста салатики там недожирного 35 на улице жара мол у вас деликатесов мол ничего нету я колбасу вот недавно ела и шаурму я ела может быть мне 10 назад и окорочка вот я ела со спагеттями два корочка аж съела две грудки съела не грудки эти как называют то ну как называют то ну бедрышки бедрышки как нету мяса как нету вот что с будуна что там или пьяные смотрят у вас ничего деликатесного нет в три глотки я не ем мои дорогие повторюсь я и яйцо с колбасой была и окорочка были ну ты че мамань бог любит троицу сметанка то ничего кхм-кхм понравилась ему сметаночка красная цена дала 15 процентов еще ложку дала полную ну на сыночек вот состаришь будешь маму кормить сыночек мой а кто он у меня вот они дети кошки да дети разлетаются свои семьи у них работа свои дела да дети разлетаются свои семьи у них работа свои дела хто не а это что он не 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 ничего что что если то Очень жарко. Ну, лето ещё. Сегодня у нас что, 20-е? Ролик сапазан? Нет, на Дзен ролик идёт нормально, день в день. Дзеновцы. Вот сейчас я загружу, поем, и сейчас же я загружу ролик. День в день идёт, 20 августа, по-моему, сегодня. Ой, а я VPN-то не выключила? Ну, запись вроде идёт. Мясо им подавайте. Жара на улице, плюс 35, и мясо надо. Всё, я наелась, друзья. На Лезе. Сейчас видела ролик. Ну, ты посмотри, опять, мама, дай. Мам, ну вкусная сметана. Мам, ну в натуре, мам. Три-четыре ложки спорол. Три, наверное. Слышь, дружок? Она живёт в Санкт-Петербурге, огородница. И вот она. Четыре... Ну, она очень хорошая. Гарута. Она училась, она курсы проходила. Курсы училась. Агрономия. Как она мне нравится. Вообще, она так всё разъясняет. Сколько чего надо. Такая милая, прекрасная женщина. В Санкт-Петербурге живёт. И вот у неё высокие грядки. На четыре метра. Длины. На высоты я что-то... Может быть, она говорила. Я как раз жарила. Включила ролик. Идёт ролик, я как раз жарю. Может, она говорила, высота грядки. Ну, высокая. Она на ней прям сидит. И ноги прям на земле. Она прям вот сидит на ней, как на стуле. Ну, надо думать, какая. Ну, не знаю. Может быть, высотой сантиметров, может быть, я не знаю, 60, может быть, 70 грядка. И земля, что характерно, не про повод. Так как вот мы мотышкой ходим, полим мотышкой. У них везде, 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 везде. У неё трава растёт. По всему огороду у неё везде трава. Ну, видимо, скосит триммером. И всё. Они заморачиваются. Полует траву. А я хожу, весь огород полю. Вот зачем он мне нужен, скажи, вот эта трава полить, полует. Ну, у меня триммеры, друзья, нет. Мне надо триммер. Я себе отлаживала в озоне. Ну, что-то я куда-то ушла. В озоне я откладывала вот этот триммер, зелёный такой, знаете, салатного цвета. Ой, отзывы были замечательные. Вот такие отзывы были. Но он у меня лежит в озоне, в корзине. Всё разобрали. Тут не знаешь, куда деньги совать. И это, ой, денег-то нет. Она у меня лежит и лежит, и лежит, и лежит в корзине. Я не знаю, там сколько стоит. Ну, что-то там не сказать, что прям вау, большие деньги. Короче, разобрали. Ну, лежит. А вот интересно, если лежит долго в корзине, и этот товар разобрали, если он вновь, этот товар этот поступит, то в корзине отразится, что товар появился в продаже снова. Ну, ладно. И вот она, значит, на 4 метра длины, метр ширины. Барсик, 3 чайные ложки полной сметаны. У тебя там что за желудок? Вот такой уже, что ли? Он меня пышку смолотил. Три ложки сметаны. Они напоролись. Там еще жрачка даже осталась в ячейках. Вот в этих вот я две новые еще купила. Двойные, пластиковые. В магните с пенсии взяла две. Одна лопнула, разбилась. Каким образом, не знаю. Ну, вот пришлось две штуки двойные брать. Там даже еще корм остался. Вот этот ягненок, Мираторг. Ну, нет же, ты что? Тут сметана, мам. Тут рекой льется. Еще давай. Еще давай. Слышь, давай. Сколько же она сказала, посадила на эту 4-метровую ведра. Это картошку. И она еще, знаете, что говорит? Сажала, говорит, я зеленую картошку. Потому что зеленую картошку ни одна зараза не жрет. Потому что она горчит. И никто ее не ест, эту картошку. Но урожай. Она покупала обычную картошку. Она сказала, магнитили в пятерочке взяла. Обычную картошку посадила. Вот с этих 4-х метров 12 ведер картошки она выкопала. Вот так. Там такая крупная. Вся вот эта грядка усыпана этой картошки. 12 ведер. Но картошка, ребятушки, прям вот такая белая, крупная. Да, такая же, как в магазине. Как мне нравится. Кому надо, я сброшу ролик. Ссылочку на канал. где вот она говорит именно про эту капусту. Ой, капусту, картошку. Барсик. Ну, че ты, мама? Я тебя не знаю. Мам, ну, че ты, бля, я не знаю, мама? Я тебе, бля, я не знаю. У тебя и так, и так. Ты че, мама? Мам, ну, ты че, леоналый какой, а? Ладно, друзья, другая история. А, ну, еще она говорила, она про картошку еще что сказала. Она говорит, вот я сажаю, посадила картошку, цветет обильно. Вот. И говорят, говорит, надо. Кто говорит, мол, не надо цветки, цветки, мол, убирать. Мол, не будет картошки. Вот, когда она посадила, вот это 12 ведер она нарыла, вот она рассказывала, ухаживала, говорит, лелеяла. И каждое утро, рано утром, говорит, я выходила и любовалась своим урожаем. И по цветочку, говорит, я обрывала. По цветочку, говорит, я отрывала. И я, говорит, все цветы, говорит, для эксперимента, говорит, я поотрывала, говорит, все цветы. Убрала полностью, говорит, те цветы на картошке. и, как видите, говорит, смотрите, какой урожай. Ну, вот и все. Вот так они жили. На этом пока, друзья. Всем добра.